Предложения по оптимизации работы молодежного правительства обсудили на собрании его участников. Блок в основном состоит из активистов, участвующих в общественной жизни региона, в разных ее сферах. Идеи у молодых ребят много, главное – суметь их воплотить в жизнь. Подробно о повестке заседания расскажет Индерман Киева. Активизировать работу молодежного правительства чаще проявлять инициативу и наладить взаимодействие с действующим кабинетом министров правительства республики. Вот основные вопросы, которые вынесены на повестку очередного заседания молодежного правительства. Как отметил Магомед Дальгиев, молодежное правительство дает ребятам хорошую возможность проявить себя и получить карьерный и личностный рост. Мы все его участники, это мы его составляем, это маловежное правительство. И каждый, нося свою лепту, показывает, проявляет себя и, уже будучи замеченным, и карьеру построить легче будет. От нас нужно просто немножко сейчас активности. Обсуждая свою деятельность, члены молодежного правительства представили свои идеи. По оптимизации работы были озвучены предложения по созданию во всех министерствах молодежные советы и сделать молодежное правительство постоянным. Помимо всего прочего, члены молодежного правительства обсудили и общественно-политическую ситуацию, которая сложилась сегодня в республике. Говоря об этом, председатель отметил, что молодежь в данном случае должна быть более гуманной, усмирить свой пыл и следовать наставлениям старших. Что касается наших политических взглядов, участия в мероприятиях и так далее, хочу сказать следующее. Считаю правильно, опираясь на менталитет ингушей, на наш образ жизни. Сегодня мы, мы молодежь. У нас молодежь никогда не определяла политические направления, никогда не определяла какие-то серьезные, важные вопросы, уже не говоря о национальных, даже межтреповые вопросы, будь то вражда, будь то установление родства какого-то. Всегда все определяли старейшины. Как старейшины скажут, независимо от того, нравится это молодежи, не нравится, так оно и должно быть. Соответственно, если даже у нас в тейповых, локальных конфликтах так происходит, то что говорить об общенациональных вопросах? Я считаю неправильным то, что молодежь берет на себя слишком много инициатив. Ингушский сегмент интернета, я сейчас имею в виду социальные сети, превратился в помойку. Когда человек пишет какой-то комментарий, оскорбляет кого-то, когда он яро утверждает определенную точку зрения, надо подумать, как бы поступили богословы, как бы поступил пророк Мухаммад, когда мы участвуем в подобных общественно-политических мероприятиях, когда мы их обсуждаем, мы должны в первую очередь опираться на общее благо. Говоря об общем благе, я сейчас скажу вот что. Только крайне безграмотный человек будет утверждать, что имидж республики, мы не должны думать над имиджем республики, что у нас никакого образа не касается, что это совсем не важно. Потому что от имиджа республики зависит и туристический поток, от которого зависит наш Джейравский район. От имиджа республики зависит и инвестиционная привлекательность. Чтобы вы знали, у нас город Магаз практически полностью строится за счет частных инвестиций. Текущая общественно-политическая ситуация сделала нашу республику крайне инвестиционно неблагоприятной и туристически непривлекательной. Я сейчас даже не говорю о том, кто прав, кто не прав. Сами методы нам сейчас на данный момент только вредят. Очень много информационных вбросов, очень много неправдивой информации, очень много провокаторов. Молодежное правительство создано в целях вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие республики. Для того, чтобы молодежь была более грамотной, более политически подкованной, лучше понимала, как обстоят дела. Я лично не верю в информацию об упразднении республики и так далее. Да, есть определенные моменты, есть политика, с которой мы можем быть согласны или не согласны. Но давайте не выходить за рамки Эздела. За 26 лет Ингушетия прошла тот исторический отрезок, который другие регионы проходят десятилетиями. Потенциал регионы туристический и экономический растет с каждым годом. На сегодняшний день важно ценить и приумножать то, что имеем. Необходимость активного вовлечения и непосредственного участия молодежи в политических процессах, происходящих в субъекте, очевидна. Но надо знать, в каком контексте идет эта политическая социализация в обеспечении стабильности или же наоборот. Отдельно молодежное правительство всегда стояло и стоит на том, что регион должен развиваться и в социальном, и в экономическом, и в культурном планах. Мы буквально недавно преодолели, еще даже преодолеваем социальную катастрофу. У нас дети чуть ли не в четыре смены учились в школах. Сегодня, когда мы уже выходим на путь развития, нам нужно максимально пытаться проявить себя более компетентными, более умеренными. Не поддаваться никогда первым впечатлениям. Мы можем придерживаться любых мнений, любых общественных и политических взглядов, но поступать всегда должны правильно. Правильно, исходя из понятий об общем благе. Поэтому, пожалуйста, прошу вас всех это учесть. Члены молодежного правительства должны подавать пример остальной молодежи. Каждый шаг, каждое действие должно быть обдуманным. Дестабилизация общественно-политической обстановки и вовлечение в этот процесс молодежи – шаг, чреватый крайне негативными последствиями. Подводя итоги заседания, члены молодежного правительства сошлись во мнении, что молодые люди, прежде чем делать какие-то выводы, должны все для начала проанализировать. Спасибо.